Никогда, то есть, не было ничего подобного. Возможно, это всемирные за гору производители швы. Но только-только почему-то люди начинают очухиваться к этому времени. Мне кажется, ушло поколение тех барыг-перекупов и их детей. Он окружил заботой всех автолюбителей в этом гребаном мире. Физкульт, привет из Берлоги! Зима близко-близко. Уже придет буквально запах снега скоро к нам придет. Кому-то норковые шубы и песцовые шапочки, а кому-то зимние шины. И, возможно, не всегда новые. И часто страдают в последнее время новые зимние шины отсутствием шипов. То есть, так называемый кариес шиповный. Возможно, это всемирные за гору производители шин, чтобы чаще покупали новые шины. Либо это заработок для производства шипов. В основном ремонтных. Может быть, это их за гору с шинниками. Не знаю. Но наша задача все-таки подготовить эти безопасные круглые черные колесики для клиентов. Чтобы они ездили и не думали об этих страданиях. То, что у них чего-то не хватает. В своей карьере шиповать я начал шины очень давно. Еще когда существовали только летние шины. Помню, это была Белая Церковь. Это еще в конце 90-х происходило все. Дырочки под шипы сверлили мы специальным сверлышком. Достать те инструменты были не то, чтобы там совсем трудно. Но надо было приложить кое-какие усилия. Шипики были в основном простые, однофланцевые. Иногда что-то это было даже самодельное. Но мне удавалось тогда покупать подобные, либо даже эти с тех времен финские шипы. И сменил я несколько вот таких вот инструментиков для самостоятельной шиповки колес. Этот оказался для меня самым лучшим. Сделан он кустарным способом, не промышленный. Но результат от него и от его шиповки самый, что ни на есть, кайфовый. Были времена, да, шиповали много. Единственное, тогда волновал опять же всех вопрос, можно ли установить шипы любые. В те времена просто выбор их был очень ограничен. В отверстие, которое шип покинул в этот момент. Никогда, то есть, не было ничего подобного, чтобы шипы чем-то заполнялись. Но, 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 с тех времен, а там времена те зародились вот этими барыгами, которые испортили, в принципе, нормальный бизнес мир, я так считаю, в России. Они пользовались каким моментом? Так, так часто продавали вот эти бэушные шины. Выковыривали с очень негодных старые вот эти шипики бэушные. И втыкали в те продажные варианты шин вот в эти старые гнезда. Естественно, они тут же выпадали, наверное, на первом километре. Но зато им их удавалось удачно продавать. Вот, якобы со всеми шипами на месте. Что касается наших монтажников, естественно, мы не могли никакую альтернативу преподать клиентам и заполнить вот это пространство чем-то рабочим. Пока, пока вот совсем, ну, относительно недавно не появились российского нормального производства ремонтные шипы. Они с увеличенным якорем разной высоты под разную изношенность протектора. Супер идея, исполнение классное, качество просто непревзойденное. Настолько не сильно, как не стыдный продукт, что этим изобретением можно гордиться все-таки, я считаю. Но об этом чуть позже. Для разнообразия покажу, что еще в те времена удавалось устанавливать. Вот такие двухланцевые шипы тогда мне удавалось устанавливать. Конечно, сейчас это никого не удивит. Но тогда их называли рюмочкой. Или рюмочкой там с чем-то там еще, неважно. Но было настолько необычно, интересно и прикольно, что, ну, производило какой-то фурор. Далее уже Тек, Тек Раша, Чай Тек. Трава алтайская. Просто супер. Что по нынешним временам есть еще очень интересного. Итальянский шип со шнеком. Они бывают разных форм и размеров. Вкручиваются специальным ключом без подготовки отверстия под шип. И по мере необходимости могут выкручиваться. Прикольная довольно фишка. Сейчас не знаю, могут ли их поставлять в Россию или нет. Но, тем не менее, право на существование точно заслуживает. Единственный фактор у него немаленький ценник. Но функционал просто шикарнейший. Вот такие вот шипики мы устанавливали Станиславу. Довольно известному путешественнику. Вот именно на эти вот Arctic Trucks шины. Там подготовлены также отверстия были под них. Шипы, насколько мне известно, изготовлены и куплены в городе Герои Екатеринбург. И вполне себе нормально там живут в этих шинах. Тема прикольная. Что касается теми ремонтных шипов. Про высоту, естественно, сказал. Отличается. Самое главное, чтобы туловище вот этого шипа немножко утопало в яме. Из-под бывшего шипа. А сам турчик на кончике шипа все-таки торчал над поверхностью протектора. Компания Tech Russia имеет и продает полный ассортимент шипов. Аркадий Борисович позаботился о нашей безопасности. Позаботился о нашем бизнесе. И вот он окружил заботой всех автолюбителей в этом гребаном мире. Которые страдают кариесом от шипов. Респект и уважуха. Я же это, оговорился. Респект и уважуха. А ну прям не ходит. Просто респект Аркадий Борисович. Просто респект. Молодчина. Очень рад, что все получилось. Все прошло. И проникло в массы. Продажные. Что мы имеем на сегодняшний день. Это уже благородные клиенты мне принесли небольшую кучку на дошиповку. Что-то будет еще впоследствии тоже привезено. Потому что только-только почему-то люди начинают очухиваться к этому времени. Как всегда у нас готовь сани летом. А телегу зимой. Но сани остались где-то у Деда Мороза. И никто в жизни, наверное, не видел ни разу настоящих саней. А телеги, ну все у нас телеги уже другие. Здесь для примера можно сразу посмотреть прошло-сезонные шипы. Как установлены, как они себя чувствуют. Вот они. Ремонтные именно. Как себя чувствуют в этом сезоне установленные шипы на нужную и правильно подобранную высоту. И как себя чувствуют оригинальные шипы. Вот это, когда они вот так вот гуляют там. Я считаю все-таки негодная тема. Я бы рекомендовал их удалить и вставить. Но клиент сказал, не трогай, не твое дело. Сделай мне только то, что отсутствует. Не то, чтобы желание клиента для меня закон, но в этот раз как бы мне это не сильно все напрягает. Тем не менее, Мишлен этот будет жить-поживать и добра наживать. Здесь вот очень прикольное отношение клиента, который пометил и посчитал каждое отверстие. Сколько шипиков ему не хватает и куда их ему установить. Я очень приветствую такое трепетное отношение к шинам. И прям, наверное, это тот самый клиент, который по мне, который действительно внимательно и хорошо относится к своим вот этим вот вещам, которые относятся к его безопасности на его автомобиле. И опять же повторюсь, мне кажется, вот ушло поколение тех барыг-перекупов и их детей. Все. Я, наверное, думаю, что они куда-то либо вот-вот отойдут, либо уже отошли. Пришло новое поколение людей, которые хотят нормального, хорошего отношения за их деньги. Без даже намека на то, что их где-то обманут. И с расчетом на то, что они будут себя прекрасно и хорошо чувствовать с этой оказанной услугой. Я это приветствую, и меня это радует и дает надежду на какое-то всеобщее развитие. Два комплекта на данный момент у меня есть. Они надеты на диски, что, в общем-то, облегчает кое-какую задачу. Есть в них накачанное давление. Измеряем просто глубину. Удаляем остатки якорей вот этих шипиков. Внимательно смотрим сюда. Шпак долой. И потом в подготовленное отверстие устанавливаем подходящий по высоте шип. Сразу предупреждаю о чем. То есть один из методов выбора правильного высоты шипа – это измерение глубины. Вот этого провала, чтобы меньше провалился. Можно что-то генциркулем примерить. Здесь он мне показывает 9,5 мм. Мы, допустим, выбираем 9-мм шип и пробуем туда его внедрить. Чтобы подготовить это отверстие, то есть в моем случае, конечно, все шины и все колеса проходят мойку водой. Либо там в автоматической мойке колес. Удаляем что-то там инородное и все-все-все вот это. Смазка в моем случае бывает двух видов. Это либо 720-й ремисс, который самый мой молодой чемпион, который занимается в основном шиповкой. Сейчас он уехал на сборы перед соревнованиями. Поэтому вот этой вот канителью занимаюсь сейчас я. Но я думаю, что этой шины его дождутся. Во-первых, он в этом больше соображает. Он в этом заинтересован. Он на этом заработает. И люди получат, ну, наверное, даже более квалифицированную шиповку, чем это сделаю я. И я надеюсь, ему это доставляет все-таки удовольствие работать. А мне уже вот эта шиповка не доставляет удовольствия, как это было когда-то раньше. Так вот, в нашем случае два вида смазки имеется. Либо это ремисс, который немножко плюет туда своим вот этим жидким скользким составом. Закидываем в пистолет ремонтный шип. Иногда он требует поправки, допустим, шилом. Поэтому шило всегда где-то рядышком, чтобы он нормально зашел. 6 бар с маслом. Давление больше не требуется, не нужно. Вертикально установили на стойку там. Так, все дома. Вот это то, что нам хотелось бы видеть в нормальном исполнении. Пистолет, сразу напоминаю, также требует чистки, смазки, ласки. Все как с нормальным обычным инструментом. Просто так, если положить его после вот этих вот процедур, не будет вам счастья. Это будут какие-то проблемы. Тем не менее, запасные запчасти где-то продаются. Что-то это можно добыть. Никаких вопросов с этим не возникает. Что насчет второй смазки? В общем-то, если нет желания заморачиваться вот такими вот вещами. Какими-то жидкими, какими-то бутылечками. Вполне себе можно использовать 784-5Е. Либо другую подобную твердую монтажную пасту. Просто мазанул. Никаких потом проблем с установкой шипа здесь не возникнет. Так, открываем коробочку с шипами номер высота 9. Заряжаем пистолетик. Там он все нормально упал. Это потому, что не поправил. Поправляем шилом. Все. И точно так же шипик дома. Возможно, этот вариант даже лучше. Потому что, ну, все-таки сухая паста. Ну, относительно сухая паста. И антикоррозийная дает нормальный и очень кайфовый результат, я так считаю. Кому как удобнее, тот, в принципе, может так этим и пользоваться. Момент еще такой, что не всегда одна шина требует установки шипов одинаковой высоты. Поэтому я бы рекомендовал все-таки к тем, кто занимается этим профессионально и хорошо хочет выдавать качество. Не то, чтобы не измерять высоту, прежде чем устанавливать шипы. А все-таки установить разные виды шипов по высоте, по всей, по всему поперечине, скажем так, по шины. И посмотреть, какой шип себя наиболее лучше чувствует в каждой зоне шины. Таким образом, вы подберете и в центр беговой дорожки, и, допустим, в ключевую зону разную высоту шипов. Но она будет наиболее подходящая. И, опять же, это относится к тому, что вы должны, если хотите нормально оказывать эту услугу, держать полный набор шипов по высоте. Если этим же может заниматься и сам для себя частник автомобилей, вполне себе. Есть какие-то там шипуны-дешипуны, не знаю даже, как называется. Не смотрел пока эту тему, не разбирал, честно говоря. Ну, потому что у меня нет такой необходимости. Частное лицо сам себе может дошиповать, естественно, нет проблем. Но вопрос в другом. Это занимает немало времени на самом деле. Это, ну, кто как желает зарабатывать и тратит свое время. То есть, либо на отдых, либо дать другим людям заработать и дать им на развитие шансы. И этот человек, допустим, частник, может купить только один вид шипов, а он раз и не подойдет. Либо ему что-то не хватит, придется закупать коробочку. Ну, по-моему, сейчас они даже порциями продаются. Ну, не знаю. Смотрите все на Текраша на сайте. Там это, я думаю, подробно представлено. Также с ценами. Какие-то есть скидки, вероятно, на Текраша. Мне их почему-то Аркадий Борисович не делает. Я какой-то у него такой, наверное, думаю, что я богатый пижон. И поэтому мне делает, наоборот, на оценку процентов 25. Надо с ним поговорить, я думаю. Ну, и на данном этапе, наверное, по легковой дошиповке, не то чтобы это все, что я хотел сказать, но тем не менее, показать и желаю людям, то есть, заранее приготовить свои шины к переобувочному сезону, потому что во время переобувки, когда идет вот этот прайм-тайм, ну, честно говоря, время на это не то, что жалко тратить, его просто нету. Даже на обычные ремонты не то, что на этот долгий процесс. Поэтому и запасайтесь шипами заранее, и автолюбители, будьте добры, проверьте свои шины, требуется ли им эта процедура или нет. Для шиномонтажников еще одна хорошая рекомендация. Вот эти два комплекта, которые, допустим, в данном моем случае, и очень щепетильного молодого человека, который, да, я уважаю вот за вот этот подход к колесам. И вот эти, прежде чем вообще начать дошиповку вот этих двух шин, кстати, 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 да, там те человек, которые шипы пустые, пометил, это я дошипую, которые там остались оригинальные торчать в них, нет, это я не трогаю. Но вот в этом случае я удалю все вот эти болтающиеся, непонятно для чего теперь уже служащие железячки. Они не рабочие, их я удалю, естественно. Так вот, прежде чем начать вот эту все процедуру с вот этими двойной разобранными комплектами, надо внимательно всех их посмотреть и снутри, и снаружи. Потому что может быть такая ситуация, когда, допустим, одну, две, три шины уже зашиповали, а там внутри какой-нибудь пень, либо огромная заплата, либо что-то грыжа, либо там что-то еще вообще не ремонтное, либо потом вы увидели радиальную грыжу, либо рваный борт, и это может привести к каким-то последствиям, ну, довольно печальным. Поэтому, прежде чем шиповать, все внимательно осмотреть. Смазка, удаление, смазка густая и нормальный хороший шиповальный пистолет. Кстати, если бы в мое время, молодое, когда я все-таки начинал, был у меня такой пистолет, а они, кстати, были в те времена, но они стоили очень дорого, не все были доступны, я был бы, наверное, намного счастливее и намного больше и быстрее бы делал вот этих свежих, летних, шипованных на зиму. Не удивляйтесь, так было, покрышек в те времена. Сейчас это можно сделать просто сменив наконечник, насадку. Она идет под обычные шипики, здесь идет, забыл, как называется, трубочка какая-то. Как-то она по-интересному называется, непонятно почему. Скидываются вот эти вот андофланцевые шипы с 8-миллиметровым якорьком и все это нормально устанавливается. В те самые в далекие времена палеолита, когда, то есть я мечтал только о таком пистолете, но он использовал ручной инструмент, тем не менее, с задачами справлялась, это было сложнее, чем могло бы быть. В то же самое время, чуть позже, наверное, даже, тоннами целыми шиповали продавцы шин, вот эти вещи. У них было много таких установок шиповальных, которые там ногой шпак, они сами шипуют в подготовленные отверстия в новых шинах. И сепаратор там крутил, как в спортлото, шипиками, и они по каналу якорьками вниз все ныряли в специальные пистолеты. Демо прикольное, шиповали очень много, прям, ну, в огромных количествах. На данном этапе, я думаю, для частных наших мастерских это не актуально, но тем не менее, кому, если это интересно, я знаю, где можно купить вот эти станки. Они, конечно, бэушные, с тех самых времен, но с сепараторами вполне рабочие. Так что обращайтесь. Заканчиваю примерно тему про легких. Про легковые шины, до шиповку именно. Не забываем, полный ассортимент, хороший инструмент, пара смазок, хорошая подготовка и отношение нормальное к работе, как будто вы шипуете вот эти свои все-таки шины, чтобы клиенты были счастливы от оказания ваших услуг. Заостряю на это внимание, потому что иногда приносят шины где-то до шипованные, а там вот эти ремонтные шипы стоят, ну, как дикобраз после первой брачной ночи. Смотреть противно. И человек за это отдал деньги. И он вроде как смотрит, и, вероятно, и он, и все его друзья понимают, что это какая-то не та услуга. Может быть, будут ругать сами шипы, может быть, будут ругать установщика, неважно. Но, тем не менее, картина очень неприятная. Призываю всех стараться все-таки выполнять эту работу на пятерочку. Тем более, руками это все нормально выполняется. Хотел бы еще обозначить одну нераскачанную мной тему, но, как я считаю, очень перспективную. Тема эта существовала еще в далекие советские времена, те, кто так скучает по СССР. Вот это досталось мне хорошим товарищам оттуда, как трофея. Это грузовая ошиповка с тех самых грузовиков, когда еще ездили они только на тряпках и на кольцах. Ну, имеется в виду конструкция дисков, колес, шин, все такое. Тряпочный корт, естественно, по бортам. В те времена, то есть, тоже по мере надобности ошиповывали грузовые шины. Сейчас, в моем регионе, в Новосибирске, но это не так раскручено, честно говоря. В Братске Вадим Лапин, вот такой человечек, эту тему довольно сильно раскачал. Где-то в других регионах, возможно, это тоже существует в нормальном виде. И я, правда, этого не очень знаю. Но, я считаю, тема очень перспективная и очень хорошая. Хотел бы продемонстрировать, какие, допустим, шипы возможны для установки для разных видов техники, для разных видов спецтехники, для каких-то там ледозаливочных машин, для катка, для внедорожников. В зимних условиях, естественно, использования все вот это должно быть. Размеры разные, якоря, диаметр, естественно, разные, двухфланцевый, однофланцевый. Для всего этого тоже нужны специальные инструменты. Они существуют в разных ценовых категориях. То есть, где-то это труд полегче, получше, естественно, там инструменты подороже. Где-то это все более в ручную сторону склоняется. Что-то подешевле. Ну, кто, как, какая мастерская, может себе это позволить. Я, то есть, призываю что-то где-то спецтехнику все-таки уговорить, либо хотя бы попробовать на подходящие шипы установить. Посмотреть, как это происходит в эксплуатации, как они останутся жить и чувствовать себя после сезона. Как это повлияет на производительность вот этой спецтехники. Ну, вероятность снегоуборочных машин, тракторов или что-то подобного. Моя мастерская, естественно, может эту услугу оказать на данном этапе. То есть, я только за, чтобы вот это направление развивалось. Поэтому посмотрите еще раз и примерно запомните, что и как это выглядит. И тема, я считаю, ну, очень достойна внимания. В наших условиях точно. Поэтому ошиповывайте все, что можете. Как можете. Лишь бы это было классно, качественно и безопасно. Самый главный вопрос. Вот хочу увидеть комментарии. Мы же все знатоки и шиномонтажники, все же профики. Большая часть из нас еще и физики. Что все-таки лучше, фрикционка или шипованная шина? Дерзайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!